Всем привет! Сегодня мы с Аней проводили небольшой вопрос ВКонтакте и спрашивали девчонок, чего бы вы хотели узнать о нас, какие вопросы вы бы нам хотели задать. Поэтому мы каждая выбрали по три вопроса, на которые с удовольствием ответим. Да, сейчас я буду отвечать на вопросы, которые мне задаст Лиза, а у неё на канале будут ответы на вопросы, которые задам ей я. Итак, тогда первый вопрос. Расскажи, Аня, как мы познакомились и какие были первые комментарии на YouTube, как мы начали общаться? Вообще, если начать с самого начала, то мы были знакомы уже до YouTube, однако это мы выяснили после. Уже когда встретились, по-моему. Да, да, после нашего общения в интернете и после того, как мы встретились. А общаться мы начали после того, как я написала... Ну, это с твоей стороны, так. Да, да. Я написала Лизе комментарий под её первое приветственное видео, сказала ей, что у неё очень красивая картинка, что сама такая красивая девушка, что она скоро обгонит всех сто процентов. И обогнала. Всё ещё впереди. И она писала мне уже раньше тоже под моими видео. Да, до того, как я начала вести свой канал, у меня был другой мой старый личный аккаунт, с которого я написала комментарии под её видео, потому что мне они очень нравились, я их долго смотрела. Да. И таким образом мы стали с ней общаться, мы нашли как-то общий... Во-первых, конечно же, YouTube очень сближает именно блогеров, потому что у нас общие какие-то переживания, очень много тем для обсуждений. Мы с Лизой вообще, когда она вот в Америке, а я в Эстонии, созваниваемся по скайпу и можем болтать просто часами. Мы болтаем, наверное, три часа, можно спокойно проболтать. Тогда следующий вопрос я как раз сразу и задам. Какие наши любимые темы для бесед? Косметика, одежда, девичьи сплетни, обсуждение планов. Что каждая из нас принесла в жизнь другой, что изменила, на что повлияло? Да. Давай. И как ни странно, именно вот о самой косметике мы, наверное, болтаем меньше всего. Мы показываем её, конечно, делимся своими какими-то новинками, не только косметикой, но там покупками одежды, шоссуары и так далее. Да, это очень интересно всегда, когда там одна говорит, ааа, я сегодня получила посылку. Обычно это начинается с смс-ки. Мне вот пришло, иди быстро в скайп, я тебе покажу. Да, именно так. Или там в скайпе переписываемся, и потом начинается видео на три часа. И, в принципе, да, вот поделились, так показали, но часто мы очень обсуждаем, поддерживаем друг друга именно в каких-то таких вопросах, которые возникают. Блогерских. Их именно на YouTube, именно из-за каких-то комментариев, обсуждений. И это, на самом деле, очень оказывает такую большую поддержку. Потому что проблемы одни и те же, и так хочется кому-то высказаться, кто поймёт, кто был в этой же ситуации. Поэтому, действительно, когда ты говоришь человеку, который сам это переживал неоднократно, даже достаточно просто ему сказать будет, да ладно, не переживай, у меня это тоже было. И этого, в принципе, достаточно для того, чтобы ты успокоился, сказал, ну, и да, и ладно, Юра, да. И поэтому мы друг к другу как психологи такие. Личный психолог, бесплатный, кстати. Да, вот. Вот, и тогда последний вопрос, будем ли встречать Новый год вместе, раз уж ты здесь. Да, Новый год мы, к сожалению, не будем встречать вместе, я лечу в Лас-Вегас, буду там отмечать, и там пойду на Circus de Soleil, на шоу Заркана. В первый раз вообще, очень давно уже хотела посетить. Тебе понравится, я была на Заркане, это просто, это потрясающее зрелище, там так будут меняться декорации, ты будешь не замечать вот это. Ну, я слышала, я вообще смотрела уже и на YouTube тоже, там много чего можно посмотреть, в общем, да, думаю, что будет классно. Да, будет классно, однозначно. А ты, Лиза, как будешь? А мы с друзьями собираемся, у нас будет такой вот домашний хороший Новый год, мы наготовим кучу оливье, мясо по-французски. Мы начнем встречать сначала российский Новый год, потом эстонский Новый год, и потом через много-много часов, мы, наверное, даже отдохнем, поспим, вот, и потом будем встречать уже Нью-Йоркский Новый год, поэтому у нас три Новых года получится. И да, у нас в гостях будут не только друзья-люди, но и друзья-кошки, поэтому... Так что да, в общем, на самом деле... Настоящие кошатники. Я разрываюсь, что я бы очень хотела... Из-за кошки. Только из-за кошки, да, на самом деле, сама скучаю, что же по своим кошкам. Так что да, в принципе, это были Анины ответы, и надеюсь, вам было интересно. Да, смотрите ответы на несколько вопросов у Лизы. Да, до встречи в следующих видео, пока-пока. До встречи в следующих видео, пока-пока. Продолжение следует...